Джилл Симмс Почему мама хочет напиться? Дневник измотанной мамы Посвящено Д Сентябрь Вторник, 8 сентября И снова школа В этом году я точно справлюсь с ролью мамы школьников Я в этом уверена В этом году мои школьные будни будут выглядеть так 6.00 Надеть заранее подготовленный стильный элегантный наряд Составленный из моей минималистичной гардеробной капсулы Затем нанести легкий утонченный макияж Идею которого я нашла на Пинтерест И дополнить образ яркой шикарной подводкой для глаз Высушить волосы Уложить их по последней моде Опять-таки, как диктует Пинтерест Главное Выглядеть современно И в то же время придерживаться классики Приправляя образ перчинкой индивидуальности После наведения марафета прибрай дом, чтобы в нем царила спокойная и уютная атмосфера В которую будет приятно вернуться после рабочего дня 7.00 Разбудить моих ненаглядных малюток и перечислить им варианты полезных домашних завтраков Просиять от счастья и принять помощь детишек в приготовлении блинов, вафель, яичницы Улыбнуться, излучая материнскую любовь Глядя, как они трепетно и старательно смешивают ингредиенты И запустить мультиварку для приготовления ужина 7.45 Отправить моих очаровашек умываться и чистить зубы А затем показать им, где лежит школьная форма Предусмотрительно выглаженная еще вчера вечером Пока они одеваются, сложить грязную посуду в посудомоечную машину И достать из холодильника контейнеры с питательным обедом в школу Сочными бутербродами в виде зверюшек и свежими, оригинально нарезанными фруктами 8.00 Расчесать волосы Джейн и заплести французские косички Или что-то приблизительно на них похожее Пробежаться расческой по волосам Питера Затем увлечь детей занимательной сказкой, пока готовлю их верхнюю одежду и обувь перед выходом 8.25 Весело напевая песенки, отправиться в школу через парк, заодно выгуливая песика Любоваться, как мои драгоценные херувимы, резвятся вместе с песиком среди падающей листвы Почувствовать себя образцовой мамой, чьи детки успевают и набегаться, и подышать свежим воздухом перед школой Где они, словно губки, будут впитывать новые знания 8.50 После множества объятий и поцелуев Любовно помахать ручкой моим ненаглядным на прощание И бодро вернуться с песиком домой Подождать, пока он не уляжется отдыхать на свою подушку в ожидании сиделки А затем прыгнуть в машину и поехать на работу 15.15 Забрать детишек из школы Мило побеседовать с другими мамами на игровой площадке на безопасные и нейтральные темы 15.30 Накорми детей чем-нибудь полезным, например, домашней гранолой Пока дети заняты едой, просмотреть их школьные дневники и внести в свой календарь даты родительских собраний и других важных событий Может быть даже завести отдельные папки для каждого ребенка, чтобы было легче следить за его успеваемостью Оценить объем домашних заданий и распланировать их выполнение, чтобы не пришлось делать целую кучу в последний день 15.45 Переодеть детей перед обязательными внеклассными занятиями 16.00 Отвести детей на плавание, музыку, теннис, танцы, джиу-джитсу в зависимости от расписания Если у кого-то из детей выдался свободный день, уделить ему время, обсудить его день, надежды, мечты, амбиции Если у обоих детей есть занятия по расписанию, то можно и проверить электронную почту, как подобает современной, успешной женщине 17.00 Проверить домашние задания, тщательно сверяясь с оставленным графиком их выполнения 17.30 Подать аппетитный, без труда приготовленный в мультиварке ужин Самодовольно подумать о том, какая я прекрасная мать И мысленно пожалеть мамочек, у которых нет таких развитых организационных навыков и непревзойденных материнских инстинктов 18.00 Послушать, как дитятки играют на пианино и перепроверить свои графики 18.45 Разреши детям полчасика посмотреть мультики 19.15 Искупать детей 19.45 Уложить детей в кровать Прочитать главу из поучительной книжки на выбор детей 20.00 Наградить себя за продуктивный день чашечкой зеленого чая В этом году у нас точно не будет таких дней, как раньше 5.00 Проснулась от оглушительного грохота Его устроила мое хрупкое дитя, кубарем скатившийся по лестнице Бросилась вниз и увидела это самое дитя, изогнувшийся вопросительным знаком над планшетом Наорала на мелкого монстра, чтобы тот вернулся в кровать Завернулась в одеяло, все еще кипя от ярости Наконец-то уснула, с тоской отсчитывая минуты до звонка будильника 6.00 Выключила будильник Решила полежать еще пару минут 6.10 И еще пару минут 7.10 В панике соскочила с кровати Запрыгнула в душ Натянула первое, что попалось в шкафу Распсиховалась из-за того, что задница разрослась как на дрожжах и теперь трусы налезают только до колен В спешке я даже не поняла, что все это время пыталась напялить трусы Джейн С облегчением вздохнула Пусть моя задница и не самая крошечная и потянутая, но, тем не менее, она даст фору любой взрослой женщине в состязании «впихни свой зад в трусы восьмилетнего ребенка» Высушила волосы головой вниз Мрачно осмотрела свое отражение с прической дикобраза-безобраза и решила, что конский хвост с резинкой Hello Kitty будет выигрышнее Попыталась убедить себя, что резинка Hello Kitty — это аксессуар, который подчеркнет мою чудаковатую индивидуальность Убедить себя не получилось 7.30 Спустилась на кухню в попытках докричаться до милых детенышей, чтобы те оторвались наконец от своих планшетов и шли завтракать 7.37 Вырвала планшеты из их рук и завопила, что если они сию же минуту не придут завтракать, то больше никогда не будут на них играть Спустя семь гребаных минут добилась таки внимания детей, которые уставились на меня как на привидения 7.40 Кинула им печенье Остановила рукопашный бой за дурацкую пластиковую игрушку, которую они нашли в упаковке из-под хлопьев Ответила на дофигелиард глупых вопросов вроде «А кто победит, белка-вампир или кошка-ласка?» Или «А можно есть бородавочников?» Проорала «Да не знаю я, не знаю! Позже по гуглю скажу, хватит играть с едой, ее надо есть! Пожалуйста, давайте быстрее, это же всего лишь миска хлопьев! Иначе мы опоздаем! Разве вам сложно пару ложечек съесть? Нет, пожалуйста, перестань вертеться, вы же сейчас все раз... Ну, я же говорила, что сейчас все разольете, если будете вертеться! Нет, оставьте миски, оставьте, говорю, я сама приберу, все, надо бежать! 8.00 Отправила детей умываться и чистить зубы. Несмотря на то, что чистая и выглаженная школьная форма ждала своего часа в привычном месте, дети законючили, что не могут ее найти. Раздраженно протопала в комнату, демонстративно ткнула пальцем на самое видное место, куда я кладу форму каждый божий день. Наспех собрала обеденные контейнеры детям, одновременно запихивая фарш в мультиварку, чтобы на вечер была паста Болоньезе. Покормила пса. Наблюдала за тем, как он жадно глотает еду, не жуя, давится и блюет на пол. Убрала за псом. 8.20 Попыталась распутать гордий фузел на голове у Джейн, объяснила еще раз, что я не умею плести французские косички, и вместо этого заплела обычные косы. Выслушала критику от Джейн о том, какая я хреновая мать, ведь все остальные мамы умеют плести французские косы. Да и не только мамы вообще-то, даже папа Тилли Баркер и тот умеет их плести. Выдержала длинную диатрибу от Джейн о том, как я ломаю ей жизнь и обрекаю на бессмысленное существование из-за того, что не заплела эти дурацкие косички. Параллельно гонялась за дико вежащим Питером в попытках причесать петухи на его голове. 8.35. Наорала на детей, чтобы те одевались, хватали школьные сумки и шли на выход. Сейчас же, сейчас же. Постаралась не пустить пену от злости, увидев реакцию на свою просьбу. Пустые глаза и полное отрицание того, что обувь, пальто и школьные сумки вообще существуют. Ребенок заявил, что вообще-то сегодня необходимо сдать подписанное разрешение. Принялась за поиски этой бумажульки. Наконец, обнаружив ее, узнала, что сегодня надо сдать 5 фунтов школу. Разумеется, в кармане нашлась только бумажная двадцатка. Полезла под диван за давно валяющейся там монеткой. 8.47. Наконец, побежала с детьми в школу, волоча за собой пса, отчаянно пытающегося помочиться на каждый фонарный столб. 8.57. Затащила детей на игровую площадку. Слабо улыбнулась директрисе-драконше, которая стояла у входа и оценивала родителей под предлогом приветствия. Вовремя оттянула пса, уже задравшего лапу на капроновые колготки директрисы. Со скоростью света понеслась домой, набегу извиняясь перед псом за то, что мы толком не погуляли. 9.07. Черкнула записку сиделки с просьбой выгулить собаку чуть дольше. В спешке села за руль, смутно задаваясь вопросом, откуда в машине взялся мерзкий запах и отправилась на работу. Потянулась за косметичкой, убеждая себя, что краситься за рулем, конечно же, безопасно и вполне легально. Постаралась не думать о бардаке, который ждет меня дома. 15.15. Забрала детей из школы. Перебросилась парой фразочек с образцовыми мамашами, возглавляемыми единственной и неповторимой, идеальной и непревзойденной мамой идеальной Люси Аткинсон. Решила не делиться с собеседницами опасениями о том, что всеми любимый телеведущий известного детского шоу выглядит как последний извращенец. 15.30. Разобралась с хаосом в доме, предварительно снабдив детей чипсами. 15.45. Переодела детей перед обязательными внеклассными занятиями. Вступила в споры с детьми о том, почему им надо идти и почему плавание, музыка, теннис, танцы, джиу-джитсу — недурацкая трата времени. Услышала еще раз, что я плохая мать, которая ломает детям жизнь. Пообещала, что если я еще хоть раз услышу фразу «так нечестно», то за свои действия отвечать не буду. 15.45. Согласилась, что жизнь несправедлива. Прикинула, когда я смогу выпить вино. 16.05. В мечтах о том, что дети станут разносторонними членами общества, отвезла их на бессмысленные дополнительные занятия, которые им к черту не сдались. Если у одного из детей выдается свободный день, разрешала ему играть на планшете, совсем забыв про свои пустые угрозы и увлекалась просмотром профилей в Фейсбуке. Если у обоих детей были занятия по расписанию, то я уныло смотрела на кучу непрочитанных писем на электронной почте и продолжала сталкерить людей в Фейсбуке. 17.00. Уступила в просьбах еще чуть-чуть поиграть на планшете. 17.30. Заметила, что сраная мультиварка все это время не работала. Вместо пасты баланьези приготовила макароны сыром. Вспомнив о сбалансированном питании, заставила детей съесть хотя бы чуть-чуть фруктов. В ответ на их «не хотим фрукты» погуглила сынгу и показала им картинки. Услышала, что им пофиг, если заболеют сынгой. 18.00. Спросила, сделали ли они домашнюю работу. Услышала невозмутимое «нет». Разрешила поиграть на планшете еще пять минут. Открыла вино. Попыталась навести порядок в своем некогда стильном и элегантном доме, который теперь напоминает руины. 18.30. Сказала детям, чтобы те оторвались от планшетов и занимались уроками, пока я прибираюсь дома и запихиваю тонны грязной одежды в стиральную машину. 18.45. Заметила, что дети ведут себя подозрительно тихо. Застала их, уставившись в смартфоны, и выслушала их аргументы, что я запрещала только планшеты, а про другую технику не сказала ни слова. 19.00. Позвала детей купаться. Дети заявили, что у них есть очень важная домашняя работа, которую нужно сдавать завтра. Выругалась себе под нос похлеще любого сапожника, села за домашку вместе с детьми. Спокойно реагировала на заявление, что после трех идет семь, и что слово «кот» пишется как пес. И сдерживала ор. «Вы что, тупые?» 20.30. Наконец, уложила искупанных детей в кровать, бухнулась на диван и вылокала, наконец, бокал вина, который ждал меня еще с шести вечера. Продолжительно проговаривала «твою ж мать!», вспоминая события сегодняшнего дня. «Да, этот год определенно пройдет намного лучше, я буду куда более организованной. Правда, я пока еще не купила разноцветные контейнеры, не составила гардеробную капсулу, не научилась плести французские косички, да и мастерством владения подводкой для глаз мне не похвастаться. И уж тем более, я не приучила себя пить зеленый чай, но я уверена, что это просто мелочи в моих грандиозных планах». Пятница, 11 сентября. «Твою ж мать! Сегодня мне стукнет 39. Не хочу, чтобы мне было 39. Это как вообще так? Когда именно это произошло?» Казалось, после 28 жизнь окончена, даже эта цифра давала дряхлостью. «И вот мне пойдет пятый десяток, и я уже представляю свою старость, разодетую в бесвкусное бабское тряпье из каталогов, еще и с напяленным ни туда ни сюда шарфом. Это тот самый возраст, в котором тебя будут приглашать разве что на занятия йогой или в книжный клуб, где читают исключительно серьезную литературу как раз те, кто одет в бабское тряпье из каталогов и пенеет от одного бокала несчастного пина Гриджо. А затем осуждающий спросит, «О, ты уже за вторым потянулась, ишь, храбрая!» А я в это время буду мысленно бороться с желанием возразить, что вовсе они храбрая. Оказаться в их обществе и слушать глупую болтовню без алкоголя вовсе — вот что поистине смело. А мне, чтобы выжить в их обществе, нужен не то что бокал дешевого винца, а целый литр водки и кокаин. Ради всего святого, ну почему они все такие скучные? Наверное, если я постараюсь не разораться на других мам, то получится разогнать тоску и пойти на ювелирную вечеринку, где алкоголь будет течь рекой, соблазнять тратиться все больше и больше. Но тогда на следующее утро я проснусь с пустым кошельком и мрачными мыслями о том, как свести жуткие татуировки, которые я решила сделать по пьяни. Я была уверена, что к тому времени, как мне стукнет сорок, я буду элегантной, утонченной леди, которая умеет изъясняться на французском, строит успешную карьеру и знает толк в искусстве и литературе. Люди обращались бы ко мне за экспертным мнением по ситуации на Ближнем Востоке. Я буду той, кто может вести увлекательнейшие разговоры с любым собеседником, и всем вокруг становилось бы ясно, насколько я умнее всех их. Вместо этого люди обращаются ко мне только потому, что кто-то разболтал, что у меня всегда есть сигареты. Мое дорогостоящее образование мне не пригодилось, и я застряла на ужасно заурядной должности в сфере ИТ на полставки, потому что так легче и экономнее следить за детьми. Иногда в самые неблагополучные периоды моей молодости я на самом деле хотела быть взрослее. Вот же дурой была. Теперь быть взрослой равносильно быть проклятой. Я не хочу пополнять ряды женщин, которые живут для своих детей и выходят на игровую площадку, как на поле битвы, чтобы помериться с другими мамами количеством дополнительных занятий, которых отпрыски посещают, зарплатами мужей и тем, куда они недавно летали отдыхать. Я хочу вызывающе одеваться, ходить по прокуренным джаз-клубам, напиваться виски, привлекать внимание непристойных мужчин и принимать комплименты. Я хочу интересную работу, где реально нужно задействовать смекалку и мозг. Наверняка от него еще осталось что-то. Я снова хочу волнующих душу моментов, романтики и адреналина. Я хочу сбежать в Париж и влюбиться в его архитектуру. Про голод и бедность я бы предпочла не думать. Подозреваю, что Саймон с детьми нашли бы несостыковки в моем плане. И это я сейчас вовсе не о том, что ненавижу джаз. Саймон с детьми нашли бы несостыковки в моем плане.